На это я и снимаю. Что ты снимаешь? Как ты педикюр наводишь. Педикюр? Очень даже славненько. Ну давай, Ярослав. Что давай? Уже съемка. А что тебе нужно для этого? А как ты думаешь, что мне нужно для этого? Чего? Ну скажи, что мы не робите? По-русски говорим, по-русски. Мы для СНГ снимаем. Хорошо, снимаем для СНГ. Что мы снимаем конкретно? Твоя задача описать предметы какие-нибудь, которые вокруг тебя. Которые вокруг меня. Вот, помада. Слушай, я не хочу. Я не рассказываю о электростанте. Рассказывай, рассказывай. Рассказывай все. Хорошо, я сейчас буду рассказывать. Говори. Где я стою, по-твоему? Минуточку внимания. Сейчас мы вам расскажем о нашем прекрасном проекте «Счастье жизни». Каждый человек желает быть счастливым. И каждому человеку говорят о счастье почти с первых дней его жизни. И также счастье кажется ему расплывчивым и чем-то непонятным, чем-то заоблачным. А вот сейчас как раз мы, наверное, подросли и поняли, а что же такое счастье. И теперь мы о счастье будем вам рассказывать и сказочки, и небылицы, и реальные истории. Так вот, первое это счастье, когда вы родились, вы открыли свои глазки и увидели этот прекрасный мир, и вы уже счастливы, потому что нет более красивого мира, который бы мы видели. Дальше вы услышали голос ваших родителей, папы и мамы, и вот вы уже тоже счастливы, они вас кормят, поют, лелеют, халят, и вы бесконечно счастливы. Конечно же, вы будете счастливы, если вас будут поить молочком матери натуральным, если вам будут делать родители зарядочку самых малых лет, если вы будете ходить и бегать и ползать на природе, слушать пеньги, птицы, журчанье воды, вот вы будете жить на природе и будете внимать этому счастью природы. Конечно же, вы будете счастливы, если вы будете жить в счастливой семье, гармонично, когда родители будут только улыбаться вам и друг другу, и вы будете видеть в своей семье бесконечную любовь к вам и папы-мамы друг к другу. Вы будете купаться в этой любви и будете бесконечно каждый день с утра до вечера счастливы. Утро. Всегда вы, открывая глаза, будете радоваться дню, как будто вы первый раз родились. Дальше вы будете обращаться к всем тем высшим силам, которые дали вам жизнь и осуществили желание ваших родителей иметь ребенка. И вы будете возносить этим силам свою благодарность о том, что вы бесконечно счастливы, живя в этом прекрасном сотворенном мире. Борис Моисеев, Морис Борисеев отдыхает. Итак, вы дальше, после такой медитации, переступаете к дыхательной гимнастике, вы дышите глубоко, свежим воздухом, и в это время вы наслаждаетесь прекрасной природой, которую вы видите в своем окне, или вы можете выйти на балкон, или просто выйти на улицу. Дальше вы делаете гимнастические упражнения, которые необходимы для того, чтобы сделать гибким ваш позвоночник, руки, ноги, шею. Вы каждую мышцу делаете эластично. После таких упражнений вы идете в омовение, приступаете к омовению. Вы можете облиться свежей водой под дождем, вы можете облиться свежей водой из вашей кремницы, вы можете облиться в вашем душе, где вам сейчас больше есть желаний. Лучше всего пройтись босыми ногами по свежей росе, или по свежему снегу, только выпавшему, или же под дождевой земле. После таких наслаждений вы, безусловно, можете приступить к своему завтраку. Ваш первый завтрак утренний, конечно же, будет состоять из чистой воды, где-то от пол-литра чистой воды, настоянной, бессолевой, которая промоет ваше тело полностью изнутри. Далее, через пару часиков вы можете приступить к своему завтраку. Завтрак, безусловно, должен состоять из свежих фруктов, яблочек, грушек, возможно, апельсинок. Далее, через некоторое время вы можете выпить настоянную утром свежую траву, но и потом вы можете приступить к своему настоящему завтраку. Этот завтрак будет состоять из овощей, например, сельдерея, морковки, лучка, чесночка, бурячка, ну и какую-то крупу, например, овсяную крупу, или же замоченную гречку невареную, ну и дальше можно немножечко рыбки, но тоже не соленой и не жареной, лучше вареной. Вот так вот вы продолжаете наслаждаться этим днём, подаренным вами, и вы пребываете в счастье, вы растёте, вы наслаждаетесь жизнью. Дальше вы готовитесь к труду. Это может быть физический труд, интеллектуальный. Когда вам хочется творить, вы хотите петь, плясать, вы хотите рисовать, вы хотите писать стихи или прозы, а может быть вы овладеете великолепным ремеслом и будете что-то изумительное делать, от чего будут люди окружающие в восторге и будут, конечно же, вам платить какими-то своими изделиями или же деньгами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!